Что касается информационной безопасности, я был шокирован, когда вчера узнал, что оказывается наша прекрасная власть в лице того же Зеленского, они что-то намутили и лишили телеканал АТР государственного финансирования. Дело здесь не в деньгах и вообще в Украине проблем с этим нет. Деньги есть всегда. Только вопрос у кого и на какие цели они тратятся. Ведь АТР это голос крымских татар. Это телеканал-символ. Кто-то говорит, что как это так? Частный канал финансируется из госбюджета. А как вы хотели? Но они не могут функционировать на оккупированной территории. И еще раз, это не вопрос финансирования. Мало того, финансирование для телеканала АТР предусмотрено государственным бюджетом Украины. Но там почему-то не намутили и перекинули это на какие-то другие статьи, что мол, теперь АТР должен участвовать в каком-то конкурсе на оказание каких-то услуг. Но очевидно, я не знаю, информационных. Правила этого конкурса нет. И как вы вообще это себе представляете? Дело в том, что вот здесь россияне, когда кричат по поводу медведчуков, что это цензура, что это страшно, уже там союз журналистов России возмущается, что не может быть. Хотя почему они не возмущаются, когда избивают в том числе журналистов на улицах Москвы и других российских городов во время протестов? Я не знаю. Но им Украина болит больше. А здесь почему-то закрытие АТР воспринимается как признание Украиной аннексии и признание того, что Украина начала понимать, что вернуть Крым не удастся. Нет, нет, ребятки, так это не работает. У нас же крымская платформа. Что говорил Владимир Александрович Зеленский? Что никто до него ничего не делал до возвращения Крыма. Но закрытие АТР, лишение его финансирования, что-то мне подсказывает, что это неправильное действие.